В данной инструкции будет рассмотрено формирование электронного сменного задания на основании оптимизированного производственного плана, а также печать и выдача сменных заданий исполнителям. Для формирования сменного задания необходимо открыть функцию «Сменные задания». Она доступна на рабочем столе пользователя, работающего под ролью «Цех». Установить условия отбора. По умолчанию условие включает период с начала текущего месяца до сегодняшнего дня. После нажатия на кнопку «Ок» открывается реестр сменных заданий. Для добавления нового сменного задания необходимо, находясь на закладке «Сменные задания», нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне необходимо заполнить дату сменного задания, подразделение, выберем заготовительный цех, табельный номер мастера и смену. После нажатия на кнопку «Добавить» в закладке «Сменные задания» появится заголовок созданного сменного задания. А также можно увидеть, что в закладке «Персонал по сменному заданию» появились исполнители, указанные в картотеке рабочих центров, и фонд рабочего времени, по умолчанию определяемой длительностью выбранной смены. Также имеется возможность добавить исполнителей вручную и корректировать значение фонда времени. Далее необходимо вызвать режим «Сформировать сменное задание». Открылся интерфейс формирования сменных заданий. На закладке «Работы к распределению» отображаются все работы МЭС-плана для указанного подразделения и смены. В столбце «Состояние» голубым цветом закрашены работы активного рабочего центра из закладки «Рабочие центры». А на закладке «Персонал» отображаются рабочие или бригады, закрепленные за рабочими центрами текущего подразделения. Необходимо выбрать «Фактически обеспеченные работы». Затем выбрать рабочего или бригаду на закладке «Персонал». По нажатию на кнопку «Включить в сменное задание» все выбранные работы добавляются в сменное задание и отображаются на закладке «Работы». А на закладках «Рабочие центры» и «Персонал» изменилась текущая загрузка оборудования и исполнителей. Эти показатели помогают принимать решение добавить новые работы в сменное задание или исключить из задания работы, превышающие фонд рабочего времени. Добавим в задание еще несколько работ. И откорректируем количество. При выходе из режима формирования сменного задания в реестр сменных заданий предлагается сохранить назначенные работы. Соглашаемся. Видно, что все назначенные работы отображаются на закладке «Все задания по смене», а для изготовления каждого изделия автоматически созданы маршрутные листы, которые можно посмотреть по нажатию на кнопку «Маршрутный лист». Итак, сменное задание сформировано, и теперь необходимо передать его в работу. Для этого, находясь на заголовке сменного задания, нажать кнопку «Печать». Рекомендуется выбрать форму «Сменное задание по исполнителям и рабочим центрам». Так как именно в этой форме по разным исполнителям и рабочим центрам сменные задания будут напечатаны на отдельных листах. По кнопке «Печать» выбрать «Исполнителей». Выберем всех исполнителей в задании. И здесь видно, что разные исполнители находятся на отдельных страницах. Далее, напечатать сменные задания по кнопке «Печать» и выдать исполнителям по рабочим местам. По мере выдачи сменных заданий, необходимо менять их состояние со значения «Формируется» на значение «Выдано» на закладке «Персонал по сменному заданию» по кнопке «Изменить». После этого исполнитель непосредственно может приступать к выполнению задания. В процессе выполнения операций рабочий оперативно отмечает на распечатанном сменном задании фактически изготовленное количество и время обработки, а в конце смены сдает задание с отметками мастеру. При оснащении рабочих мест устройствами регистрации, рабочий сразу производит регистрацию факта начала и окончания выполнения операций в сервисе «Клобби». Этот процесс описан в инструкции «Регистрация производственных событий». Подведем итоги. В данной инструкции было рассмотрено формирование электронного сменного задания на основании оптимизированного производственного плана, а также печать и выдача сменных заданий исполнителям. Продолжение следует...